всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очень запрашиваемая тема как не сойти с ума в декрете или жизнь после родов если вам вот этим интересно то продолжайте смотреть почему-то прошу прощения за мой голос я немножечко подпростыла знаете на моем канале часто появляются вопросы и запросы на тему как похудеть после родов как все успевать с ребенком как вообще социализироваться в своем новом качестве качестве матери и спрашивают девочки у которых совсем маленькие детки которые только ждут детей которых уже детки повзрослели ну как повзрослели годик полтора и так далее я решила снять три видео на эту тему сегодня будет такое самое животрепещущие самое яркое это как не сойти с ума то есть рассказываю свою изначальную ситуацию я вам не буду говорить о том что вам не отказываетесь от помощи чтобы вам кто-то помогал бабушки там и так далее поскольку наши бабушки находятся на расстоянии тысяч километров от нас в частности моя на расстоянии с 9 тысяч километров то есть как понимаете конечно же она приезжает по мере возможности но это не так часто как хотелось бы то есть грубо говоря мы одни а вот как вообще одной справиться да хочу конечно же отметить что мои советы носят исключительно ознакомительный характер поскольку все мы люди разные у всех у нас потребности разные кто-то родив ребенка может прекрасно два года отсидеть дома в деревне никуда не выходить ему все замечательно и чудесно ему все нравится все гармонично но допустим я человек не такой мне необходимо общение я не могу сидеть в четырех стенах меня это гнетет да конечно же я очень люблю дом я домоседка да но периодически как говорится в люди там где люди есть в принципе да мне выходить надо да то есть как мы знаем чаще наказание да допустим там карцер одиночная камера да или еще что то это наказание одиночеством да то есть это этим наказанием пользовались веками да а женщина которая рожает ребенка чаще всего остается одна то есть то есть она погружена вся в работу по дому в ребенка и это очень сильно давит на психику то есть сейчас мы поговорим о том как как этого избежать в принципе да начнем с первого первый совет когда вы ждете ребенка еще если первенца обязательно узнаете в роддоме который находится рядом с вашим домом если там курсы подготовки к родам и как только вы ушли в декрет это обычно шестой месяц кто с отпуском 7 месяцев допустим кто без отпуска после этого где-то месяца на восьмом можете уже идти там седьмом восьмом идите на курсы подготовки к родам для чего это делается ну конечно же для практических знаний но это даже не самое первое нужное что вам пригодится хотя я вам хочу сказать на курсах подготовки к родам уход за новорожденным то есть как подмыть как держать как обработать пупок то есть знания такие вот на первые дни в роддоме очень хорошие но самое главное что вы там можете найти вы там можете встретить единомышленников а также девушек которые находятся в точно таком таком же положении как и вы то есть у вас плюс минус одинаковые сроки будут вы плюс минус живете в одном районе то есть нужно понимать что когда вы рождаете ребенка большинство ваших подруг особенно допустим незамужних либо находящихся в каких-то других стадиях отношений работающих они отойдут потому что у вас разные интересы и вам нужно как говорится подруга не по несчастью подруга по счастью то есть там как раз таки можно встретить как я уже говорила девушку девушек вашего срока которые рождают ребенка плюс минус в вашем периоде времени на моем примере нас стало трое да я познакомилась с двумя очаровательными девушками конечно же наличие подруг вас колоссально спасает от депрессии поскольку вы можете гулять вы можете позвонить друг другу по это еще расскажу давно про подруга то есть как только у вас появляется подруга вы рождаете детей да вы начинаете все обсуждать то есть вы можете друг с другом посоветоваться вы можете друг друга поддержать в конце концов вы можете пойти к ним к ней в гости да она может прийти к вам в гости тут двое маленьких детей вы пойдете в парке вы гуляете куда-то вы можете вместе съездить об этом я сейчас тоже буду говорить как бы о программе такой да то есть у вас появится друг вам не будет одиноко там до прихода вашего мужа я конечно не говорю если у вас там и сестры конечно это здорово но если у вас их нет ищите друга ищите подругу либо постарайтесь познакомиться с кем-то кто в вашем районе беременные да либо с маленькими детьми на площадке это очень очень сильно помогает поскольку девчонки одиночество не иметь возможности с кем-то говорить это каторга это очень тяжело уж поверьте следующее это уже немножечко относится конечно же и коррекции фигуры там я буду об этом говорить другом видео но гуляйте с маленьким ребенком если у вас есть такая возможность если есть где мы гуляли с девчонками ну наверное зимой но минимум по четыре часа минимум с маленькими детьми у нас дети родились всех в сентябре летом мы могли гулять до 8 часов то есть мы как с утра выходили с детьми брали с собой все необходимое я вам расскажу чуть далее о том как мы все это организовывали мы могли гулять по 8 часов в день да какие-то домашние дела заранее делали выезжали гуляли очень много то есть это корректирует вашу фигуру то есть вы в таком круговороте вы утром проснулись быстренько там что-то сделали ребенка с подружкой встретились туда забежали сюда собежали то есть у вас нет времени как бы печалится у вас активная социальная жизнь вы не выпадаете из нее еще многие думают что как только вы родили ребенка вы должны сесть дома безвылазно да ну там гуляете где-то в парке да и более ничего а как же допустим те же походы в магазин за продуктами либо за какими-то вещами кто-то может сказать с ребенком никуда ходить нельзя только вот самой да конечно же это очень хорошо сказать если у вас есть кому с ребенком посидеть а если нет вот если вот бабушка 9000 километров да там что ж теперь вообще никуда не ходить и организовать поход с ребенком комфортный вполне можно я считаю что с маленьким ребенком вполне можно ходить и в торговые центры и в магазины встает следующий вопрос допустим мама маленького ребенка там не знаю 2-3 месяца которая кормит ребенка грудью как я поеду в торговый центр если мне негде его покормить открывая вам маленькие секреты наблюдения которых вот я допустим когда только родила ребенка никогда на это внимание не обращала и не знала во многих крупных торговых центрах отмечаю крупных есть комнаты матери ребенка в частности на заметку во всех мегах есть ни одна комната даже для кормления ребенка вот если мы берем торговый центр типа мега посередине на фудкорах у них есть пять дверей одна из них комната для кормления то есть там предусмотрены раковины пеленальные столы кресла удобные для того чтобы покормили своих детей куда можно закатить спокойно коляску поменять ребенка тогда же раз вы просто не предусмотрены такие же комнаты я встречала во многих торговых центрах то есть это не проблема следующий вопрос покормить ребенка предположим такой комнаты для кормления нет ну допустим какие у них там тоже есть в икеях обычно две комнаты для кормления ребенка обычно около туалетов есть комната она без унитазов разумеется идет комната для кормления есть уголки для кормления на в ресторанчиках у них прям такие вот маленькие огорожены прям в ресторане можете зайти поменять подгузник своему ребенку там и покормить его и так предположим комнаты такой для кормления нет существует крупные даже если возьмем крупные сетевые магазины типа h&m манго там предположим zara и так далее так далее в них у всех есть большое количество примерочных которые скажем так крупные по размеру вот мы с девчонками когда ходили в торговые центры чаще всего заходили в примерочные мужского отдела h&m то есть заходите в мужские отделы у них там обычно там 10 примерочных и ну может одна там две заняты максимум в конец проходите коляску закатываете прямо вовнутрь то есть закрылись этой шторкой там чисто тепло как говорится спокойненько на этот пуфик сели ребеночка своего покормили и все никаких проблем тут же можете извините мне подгузник поменять да вы же закрыты вас же не видно в общем то вот и никто вам никогда не откажет если даже возьмем не крупные сетевые магазины да то есть небольшие в которых хотя бы минимум две примерочные спокойно заходите говорите мне нужно покормить своего ребенка или даже не спрашивая заходите закрываете шторкой садитесь и кормите никто никогда не выгонит кормящую маму которая кормит ребенка зачем этот кому-то скандал уже то есть с кормлением не возникает никаких проблем далее поменять где поменять подгузник опять-таки в комнате для в комнате для кормления вы можете сделать прекрасными оборудовательными условиями другая дверь которая еще имеется во многих торговых центрах это вот такие вот комнаты матери ребенка да то есть там вполне везде можно поменять подгузник вы маленькому совсем маленькому ребенку даже ваши коляске-люльки закатив ребенка куда-то куда-то, где никто не видит, где тепло, вы можете спокойно применять подгузник, берете с собой разовые пакетики, чтобы это все завязать, и в туалете спокойно выбрасываете. То есть это никаких проблем вам не составит. Следующий вопрос, с которым сталкиваются мамы, это не только кормление ребенка, но и, предположим, если вы гуляете по торговому центру какому-то или магазину одна, без подруги, на которую вы можете оставить коляску, это, простите меня, вам необходима в уборную. Если вы гуляете, доехали 2-3 часа, то это вполне себе резонный вопрос, абсолютно естественный, куда мне пойти с ребенком. Комнат, предположим, для кормления или чего-то еще нет. Девчонки, обратите внимание, что во многих торговых центрах есть туалеты матери ребенка. То есть это большие туалеты, в которые вы можете закатиться вместе с коляской и закрыть за собой дверь, сделать там все необходимые свои дела. Если таких туалетов нет, ну, в большинстве своем они есть, есть еще более распространенная деталь, это туалеты для инвалидов. Они чаще всего большие, туалеты для инвалидов предусмотрены и в аэропортах, и на вокзалах, и в торговых центрах. То есть они сейчас очень действительно, очень сильно распространены, очень во многих местах. Спокойненько открываете, закатываете, сделаете все свои дела, ребеночек у вас лежит в коляске, как бы никакой проблемы не возникнет. Если нет отдельной комнаты, то зачастую, но это уже самый распространенный вариант, есть более большая кабинка в обычных туалетах, куда вы можете закатиться. Простите, конечно, что я говорю о таких вещах, но это действительно вещь нужная, потому что, ну, что делать, как бы, да? Ваше пребывание в торговом центре, оно должно быть комфортным. Если вы не кормящая мама, что делать в этом случае? Конечно же, вы берете с собой смесь, вы можете взять с собой термос с водой, в которой у вас будет вода необходимой температуры. И когда вы берете бутылочки, соски и так далее, вы можете их взять либо уже стерилизованный в пакетике, в какой-то таре с собой, либо дополнительная стерилизация, да, или обработка. Вы можете в любом кафе, абсолютно в любом, в любом ресторане, в любом кафе, благо сейчас этого добра навалом, вы можете попросить стакан с кипятком, тарелку с кипятком и так далее, то есть вам нигде не откажут. То есть наличие чистой воды, либо возможности помыть вашу посуду детскую не составит для вас никакой проблемы. То есть попросить разогреть детское питание в микроволновке, либо самим воспользоваться микроволновками, которые находятся на футборах, вообще не проблема. То есть детское питание, если ребенок искусственник, либо уже у него введен прикорм, если вы берете питание с собой, в частности баночки, да, которые можно спокойно разогреть либо в микроволновке, либо на водяной бане, абсолютно в любом общепите. То есть тоже не составит для вас никаких проблем. Далее путешествие в машине с ребенком. Когда вы с папой, вы можете спокойно как бы там кормить на переднем сидении, ну, предположим, ситуация, да, я даже по себе помню, едешь куда-то далеко, в какой-то там парк, либо в подруге в гости, ребенок, предположим, у вас заплакал, да, он у вас в кресле, то есть этого всего вы знаете. Что можно сделать? Можно ли ребенка поменять, ребенку поменять подгузник? Девчонки, садитесь на заднее сидение, поменять ребенка на заднем сидении, места в оках хватит, абсолютно никаких проблем, у меня не раз меняла ребенку таким образом подгузник. Покормить ребенка, сели на заднее сидение спокойненько, там, припарковались где-то, может, аварийку включили, сели, покормите ребенка, никаких проблем вообще не возникнет. То есть путешествовать с ребенком можно абсолютно спокойно, вообще никаких проблем. Девчонки дома не сидим. Следующий вопрос, да, предположим, у вас коляска-люлька, коляска тяжелая, вы идете куда-то одна, без подруги, предположим, которая может постоять вместе с вашим ребенком, и у вас впереди много, большое количество лестниц, либо вам необходимо выйти в магазин очень по-быстрому, либо из машины как-то. Вспомните, я вам хочу посоветовать такую вещь, как эрго-рюкзак, то есть он, естественно, не с рождения, о слингах мы сейчас тоже поговорим. Конечно же, он не с рождения, но он очень облегчит вам жизнь, если он у вас будет. В частности, вот, допустим, я на почту, да, когда я знаю, что я иду одна, рюкзак очень хорошее средство для укачивания малыша, вообще засыпает просто моментально. То есть, если вы не хотите брать коляску, эрго-рюкзак очень удобная вещь, удобнее, чем слинг, потому что его можно гораздо быстрее одеть, и одеть его в машине, и выйти вместе с вашим ребенком. Что же касается слингов, слинги, я считаю, хорошей штукой для освобождения рук мамы дома, либо для ношения очень маленького ребенка, которому еще нельзя сидеть, то есть, для совсем малыша. Вы же знаете, насколько часто деток вообще невозможно из рук выпустить, вы не можете целый день сидеть его и качать, тогда у вас дома как бы ничего не будет сделано, вы будете очень переживать по этому поводу. Поэтому для того, чтобы освободить свои ручки, готовить одновременно, либо что-то делать, чтобы ваш малыш был рядом с вами, слинг – это неплохая штука, советую присмотреться. И перейдем уже непосредственно к себе любимой. Девчонки, разумеется, вам необходимо отдыхать. И, возможно, кто-то, может быть, меня не поймет, либо кого-то не понимает. Но иногда от ребенка и от семьи, от быта все-таки необходимо отдыхать. Иногда нужно оставаться одной. Конечно, без бабушек это очень сложно, но вот у нас бабушка периодически хотя бы она приезжала, либо у вас папа может посидеть с ребенком. То есть, все-таки небольшой совет в этом плане есть, потому что папа хотя бы раз в месяц может на несколько часов остаться с ребенком, либо у вас бабушка, хотя бы если она не живет рядом с вами, она к вам периодически приезжает. Хочу вам дать такую вот идею отдыха. Отдых, девчонки, это, я считаю, это не то, что вы дома пылесосите и надраиваете. Отдых – это то, что вы посвятите конкретно себе, то, воспоминания о чем будут вас греть, утешать какое-то время. Но я вам хочу предложить следующее. То, что действительно очень сильно заряжает энергией, расслабляет, это баня. И как по приезду моей мамы, когда она приезжала, мы каждый раз с подружкой, либо я сама, мы ехали в баню. Мы ездили в общественные бани, в Питере, благо это есть, ну и во многих городах действительно есть хорошие общественные бани. Конечно же, вы можете собрать девичник, девичник какой-то, но просто в сауну, в баню вы можете пойти. Мы ходили в дегтярные бани, там есть хамам, поскольку для кормящих мам мы были на тот момент кормящими мамами. Русская парная, да, не очень хороший вариант, как мне кажется, да. Вот, а хамам просто штука обалденная, буквально два часа стоит, я вас уверяю, это недорого. Вот на момент, как мы посещали, допустим, стоимость посещения в понедельник составляла 400 рублей, да. Два часа отдыха, блаженства, хамама, отмыться, наскрабиться, со всяким кофе. То есть, девочки, представляете, два часа расслабления, ваша голова, ваши нервы, ваши стрессы, вот эти вот недосыпы, вы выходите, как будто вы заново родилась. То есть, похулите, полелеете свое тело, это обязательно. И если у вас есть возможность, организуйте это. Конечно, у кого-то есть возможность посещать там спа. Здорово. Вот такой вот вам совет. Это все абсолютно реально организуемо. Итак, перейдем, наверное, к себе любимой. Мамы могут мне сказать, да, вот я не могу носить. Вот, допустим, такая вот прическа для мамы очень даже не характерна, потому что волосы мешаются, когда и маленький ребенок, и большой, ветер подул, все это взлетело. Не всегда это удобно. Освоите для себя несколько собранных причесок. Вы можете встать утром, сделать аккуратную, быструю прическу. Я сделаю видео по поводу причесок для мам, которые всегда получаются. И знаете, собранная прическа вас сразу приходит в тонус. То есть, понимаем, да, утром встали, умылись, там, зубки почистили, там, свяжились. Собранная прическа, аккуратный макияж, аккуратная домашняя одежда. И, девчонки, вы в тонусе. Вы сразу в тонусе, вы сразу энергичны, заряжайте сами себя. Вы батарейка, просто разбудите это в себе. Итак, девчонки, это все, о чем я хотела вам рассказать. Видео получилось несколько сумбурным, поскольку это был, знаете, такой мой крик в душе и желание помочь. Я, конечно же, обращаю ваше внимание на то, что все, что я говорю, носит исключительно информативный характер. И если вам эта информация пригодилась, поднимите, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите следующих видео, будет очень интересно. Пока-пока.